Девушки отдыхают Папа, попрощайся с Сьюзи Я с ней не дружу А я с ней не дружу О, уверена Вы помиритесь Вы же лучшие подруги Это не смешно Мы больше не подруги Папа-свин приготовил ужин Пепа, Джордж, ужинать У нас спагетти Что с тобой, Пепа? Пепа немного поссорилась с Сьюзи Но я уже скучаю по Сьюзи Давай ей позвоним Привет, миссис свинка Можно Пепе поговорить с Сьюзи? Привет, Сьюзи Привет, Пепа Мы можем дружить, если ты извинишься Зря я сказала, что ты жулишь Хотя ты и жулила Да? А я вообще зря с тобой дружила Ну и ладно Я найду себе новую подругу Чудесный солнечный день Дети играют на площадке Денни кружится на курсели Со своим лучшим другом Кони Петро Джордж качается на качелях Со своим лучшим другом Ричардом Дети, давайте Вместе споем Да! Песню Бин-Бон, ладно? Ой, я не знаю Пожалуйста, Бин-Бон, отдам за ней Ладно О, все, дети Пора спать Добрых снов, дети Добрых снов, мадам Горбель Пеппа и Сюзи укутались в спальное одеяло У меня фонарь И у меня Внимание, дети Перестаньте хихикать Что это был за звук, Пеппа? Я не знаю Вот он опять Сюзи, куда ты идешь? Мадам Газель Мне чуть-чуть страшно Ты хочешь ко мне? Да, хочу Мадам Газель Кажется, и мне тоже страшно Можно мне к вам? Конечно Мне тоже может стать страшно И мне тоже может стать страшно И я Входите все, дети Давайте споем песни Бин-Бан Ладно Играем мы песню И громко поем Бабушка с детьми строят большой замок Им нужно очень много песка Ведерками они делают башенки Какой чудесный замок Ура! Пора возвращаться А где же корабль? Вон он, бабушка О нет, дедушка-свин крепко спит А корабль уплывает Мы должны разбудить его Ну-ка крикните изо всех сил Дедушка, проснись! Проснись! О нет, он так и не проснулся Слишком далеко Он не слышит Мы застряли на острове Не обитаемом Мы будем здесь сто лет Мы будем есть дикие фрукты И ягоды А еще жуков И земляных червей Родители пришли за своими детьми Где это я? Привет! Привет! Вам было весело? Да Но только я кое-что забыл Я сейчас вернусь Смотрите Дедушка Мы спасены Ура! Все на борт, морячки Вот негодник Мы думали, ты нас бросил Извини меня, бабушка Больше такого не случится никогда Пока, остров пиратов До скорой встречи Мне понравился остров Мы еще туда поедем Хе-хе, конечно, да Пепа Ура! Думаю, в будущем я поселюсь на Луне А друзья будут навещать меня А я полечу в ракете Привет! Привет! А теперь запишем послание людям будущего Поздоровайтесь с будущим Привет, будущее! Вы, наверное, живете на Луне? Да, а по праздникам на Марсе И летайте на ракетах Хе-хе-хе-хе Прекрасно! Уже пора домой За всеми пришли родители Мама, папа Мы сделали капсулу времени А, папа-свин Вы как раз поможете нам выкопать яму Да, конечно Папа-свинка поет во дворе яму Для капсулы времени Вот! А можно ее выкопать? Она пролежит в земле много-много лет О, но это же так долго! Пепа, ты совсем как твой папа в детстве Правда? Да, когда я была его учительницей Вы учили папу? Да, я учила ваших мам и пап Правда? Да, да! В детстве ваши мамы и папы Тоже сделали капсулу времени Да, точно Мы закопали ее под деревцем А можно выкопать? Да, думаю, ее закопали здесь О, там же было маленькое деревце Это было очень давно С тех пор дерево вырос Я не знаю Может быть, вот так? Ух ты! Эмили Слоненок здорово умеет строить Переменка Ура! Эмили, ты хочешь поиграть на улице? Да, хочу Кто покажет Эмили, где мы играем? Я, мадам Газель На переменке Пепа и ее друзья играют в саду Не поймаешь? Сколько шума! Давайте кто громче! Давай, чур я первая Это было громко Теперь зебра Зоя Теперь овца Сьюзи Щенок Дэнни Очень-очень громко Теперь я И я А я? Пепа громче всех Эмили, а ты? Я не уверена Да, я уверен Ладно, попробую Вот это да! Как громко! Ого! Можешь еще? Эмили больше не стесняется Эмили, хочешь поиграть в мою любимую игру? А какая твоя любимая? Прыжки по лужам! Я тоже это обожаю Пепа любит прыгать и скакать в луже Эмили любит прыгать и скакать в луже Это так весело! Мадам Газель любит прыгать и скакать в луже Бензин Спасибо, дедушка-пес А вот овечка Сьюзи с мамой в своей машине Привет, Пепа! Привет, Сьюзи! У нас кончился бензин Дедушка-пес нас спас Ух ты! Это здорово! До встречи! До встречи! О, нет, у нас спустила одна шина Значит, нас спасет, дедушка-пес? Думаю, да Дедушка-пес слушает Ясно? Не бойтесь, мама овца Я уже еду Скорей на помощь! Можно с вами? Залезай, Пепа! Скорей на помощь! Скорей на помощь! Привет, Сьюзи! Мы будем вас спасать! Ура! Дедушка-пес накачивает шин Спасибо, дедушка-пес А вот дедушка-свин и бабушка-свинка в своей машине Всем привет! Привет, дедушка-свин! Вас заправить или накачать шины Вот и нет Хочу опробовать вашу мойку Конечно! Ею управляет компьютер Привет! Я автомойка будущего Сначала пена Затем вода И, наконец, полировка Простите, я сломалась Ай-яй-яй-яй Компьютер сломался Машина дедушки-свина застряла Помогите нам, дедушка-пес! Я не умею чинить компьютеры Мой папа умеет чинить компьютеры Ну, я не настоящий мастер Что нужно написать? Милая Зоя Милая Зоя Эм... Я не знаю, что дальше Может быть, мы с радостью к тебе приедем С любовью Пеппа и Джордж Хе-хе-хе-хе Какой конвертик мы возьмем? Красный Для зебры Зои И, главное, Марка Хе-хе-хе-хе Письмо готово к отправке Вот почтовый ящик А вот Дэнни, Сьюзи, Педро, Ребекка и Эмили Они кладут письма в ящик А вот и Пеппа со своим письмом Вот И что теперь? Всем привет! Привет, Пеппа! Ты получила письмо про день рождения? Да И написала тебе ответ О, здорово! Ну и ну! Сколько тут писем? А вот это от меня Оно очень-очень важное Раз оно для меня Можно открыть сейчас? Оно тебе, Зоя Но сначала его нужно доставить Так работает почта О! Сегодня у нас полным-полно писем Нужно торопиться А можно нам с Джорджем с вами? Залезайте, Пеппа и Джордж До встречи! Пеппа и Джордж помогают мистеру Зебре развозить письма Это дом мистера Зебры Это письмо адресовано Зебре Зоя Это Зебре Зоя Зебре Зоя Зебре Зоя Зебре Зоя Все письма для Зои Это мое письмо Можно я сама? Ну, конечно Пеппе нравится доставлять письма Мама, смотри Все эти письма мне Но у тебя же прекрасное зрение Нет, мама Закрытыми глазами я ничего не вижу Но никто не видит закрытыми глазами Кому это там нужны очки? Педро знает про очки и все Его папа окулист Ладно, Пеппа Пускай окулист проверит твое зрение Идем скорее! Джордж, ты тоже хочешь с нами? Нет Пеппа пришла к окулисту Мистер Пони окулист Привет, Пеппа, садись-ка Ну, чем я могу помочь? Проверьте мое зрение Пожалуйста Хорошо Надень-ка эти очки И посмотри вот сюда Мистер Пони проверит зрение Пеппы Ну-ка, назовите буквы вслух Ладно Эй, би, си, ди, е, ф Так, а теперь цифры Один, два, три, четыре, пять, шесть Прекрасно Назови эти цвета Красный, зеленый, оранжевый, синий, желтый, фиолетовый Чудесно Пока я все проверяю Хочешь выбрать очки? Да, хочу Может, вот эти, Пеппа? Они смешные Ну да А как тебе эти? Какие большие? Они мне нравятся, мама Да, Пеппа Тебе очень идет Мне очень идет Девушки отдыхают Поднимаемся мы Выше солнца и луны Мы по небу летим Мы летим куда хотим Смотри, Мишка, как мы высоко Пеппа, осторожно, не упади Папа, я уронила Мишку Не бойся, Пеппа, мы спасем Мишку Ну-ка, держитесь крепко Мы спускаемся Мисс Крольчиха опускает шарик вниз Чтобы спасти Мишку Я нигде не вижу Мишку Вот же он Мишка упал на дерево Я спасу его этим якорем Так Тихо Тихо Есть Папа-свинь достал Мишку Мишка Ура! Ай-яй-яй, никто не смотрит, куда летит шарик Берегись, прямо по курсу дерева Держитесь! Сперва Мишка застрял на дереве А теперь мы застряли Папа-свин, вы знаете, где мы? Э-э-э Заблудились, так ведь? Да Смотрите-ка, это дом дедушки и бабушки Да, значит, мы оказались в их саду Я так и думал Внимание, бабушка и дедушка Ну и ну Здравствуй, мишка крольчиха Э-э Помогите нам Дедушка Что же за подарок приготовили Джорджу? Джордж, что ты любишь больше всего? Динозавр О-о-о, динозавр Подарок для Джорджа Это поход в музей динозавров Эти глупые динозавры Динозавр! Не пугайся, Джордж Он не настоящий Это же робот Смотри Встаем на крестик и... А теперь еще один сюрприз Это же друзья Джорджа и Пеппы Сюрприз! Мама крольчиха приготовила для Джорджа торт Кто угадает, на что похож мой торт? На динозавра Точно? А как ты догадалась, Пеппа? С днём на крестик, Джордж! Есть еще один сюрприз Все за мной! Что же это такое? А ты как думаешь, Пеппа? Я думаю, что-нибудь связанное с динозаврами Ой, что это? Это нужно накачать Я знаю, знаю! Надувной замок! Пеппа любит надувные замки Это же для Джорджа! Он на динозавра совсем не похож А вот и похоже Надувной динозавр! Ура! Ричард взял с собой лейку Хватит, Ричард! Ай-яй-яй! Ричард уронил свою лейку в бассейн Мама! Прости, Ричард, я не достану Там так глубоко Мама! Прости, Джордж, я не умею нырять Даже я не умею нырять Подержи-ка мои очки, мама свинка Вот и все Молодец, папа-свин Я отличный подводный ныряльщик Лейка, это для малышей Можно нам попрыгать с трамплина? Нет-нет, Пеппа Трамплин только для взрослых Не вешайте нос Посмотрите, как я прыгаю Глупенький У тебя слишком большой живот Ерунда В детстве мне дали приз За ныряние Но это было так давно, папа-свин К счастью, я всегда поддерживал форму Подержи-ка мои очки, мама свинка Вам будет лучше видно меня сбоку Только не обрызгай всех нас, папа! Ну что ты, брызг не будет, Пеппа Думаю, мне нужен трамплин повыше Только осторожней, папа-свин Да, не обрызгай нас, папа! Ха-ха-ха! Не бойся, Пеппа! Не обрызгай нас водой, папа! Я же говорил, брызг не будет! О, значит, Джордж не по-настоящему болен А-чип! Фу, какая гадость! Бедняжка! Ну-ка, пойдем в постель Джордж, тебе нельзя вставать Не-а! Джордж не хочет лежать Апчхи! Джордж, ты должен лежать, пока не поправишься Зачем? Чтобы быть в тепле Зачем? Э-э-э, так сказал сам доктор Медведь Привет! Где мой пациент? А-а-а! Открой рот и скажи А-а-а! Джордж немного боится Хм, Пеппа, ты большая и смелая Покажи Джорджу, как надо говорить А-а-а! Ладно А-а-а-а! Хм, Джордж простудился Ему нужны лекарства? Нет, пусть попьет теплого молока перед сном Это поможет ему заснуть Спасибо, доктор Медведь Не за что! До свидания! Джордж пролежал в постели весь день Теперь и Пеппе пора спать Джордж, тебе лучше? А-а-а! Джорджу не лучше А-а-а! Джордж, не чихай так громко А-а-а! Это же просто ужас Джордж, вот тебе молочко, чтобы лучше спать От теплого молока Джорджу захотелось спать Добрых снов, поросятки А-а-а! Как тихо и приятно Не бойтесь, я точно знаю, где мы Сюда Кто поставил тут дерево? Папа-свин наткнулся на дерево Все хорошо, папа-свин? Да, нормально Сюда Папа-свин, ты знаешь, куда идти? Ну, конечно, знаю Ой, кажется, мы никогда не найдем наш дом Хо-хо-хо-хо! Конечно, найдем, Пеппа Мы уже во дворе Ой, это утки Привет, уточки Вы что, потеряли пруд? Мы тоже Мы не потерялись Я прекрасно знаю, где мы До встречи, утки Желаю вам отыскать пруд Папа-свин нашел пруд первым Нам повезло Да Это большая удача Хо-хо-хо-хо-хо Папа, уточки говорят тебе спасибо Не за что, миссис утки Хо-хо-хо-хо-хо! Нужно найти наш дом Уверен, нам сюда Ау-у-у Вы это слышали? Да Мне кажется, кто-то сказал Ау-у-у Это мама-крольчиха с Ребеккой и Ричардом. Привет, Пеппа. Мы заблудились. Привет, Ребекка. И мы тоже. Мы хотели пойти на площадку. Мы тоже. Но туман слишком густой. Пойдемте же. Посидим дома, пока туман не рассеется. Папа-свин, ты знаешь, куда нам идти? Да, разумеется, знаю. Сюда. Да, папа-свин! Как я говорил, бросаем их на землю. Эта птичка ворует дедушкины семена. Эй, оставь семена. Так вот, куда они делись. Птички в животик. Еще две птички клюют дедушкины семена. Ой, смотри. А-а-а, кыш, кыш. Что тут за шум? Бабушка, птицы хотят съесть все семена. А мы их прогоняем. Что толку их гонять? Они опять прилетят. Вот. Нам нужно пугало. А что это? Это соломенный человек. Он отпугивает птиц. Прекрасная идея, бабушка. Я его сделаю. Пойдемте-ка. До свидания, птички. Мы идем делать пугало. Хи-хи-хи. Это сарай дедушки-свина. Мы найдем, из чего сделать пугало. Так, нам нужны две палки и веревка. Сейчас найдем. Хи-хи-хи. Пепе нашла палочки. Джордж нашел веревку. Так, я свяжу палочки. Это тело. Бабушка нашла солому и мешок. Чудесно. Голова у него будет из мешка с соломой. Хи-хи-хи. Теперь наше пугало нужно одеть. Тут много старья. О-о-о-о. Джордж нашел платье. Хи-хи. Глупенький. Мистеру пугало не нужно платье. Хи-хи-хи. Пепе нашла куртку. Прекрасно, Пепа. Джордж нашел шляпу. Прекрасно, Джордж. Мистеру пугало нужно лицо. Пепа, меня, меня. Но, папа, ты же плохо бегаешь. В детстве я был прекрасным бегуном. Но теперь у тебя большой живот. Но я могу достать до ног. Почти. Хи-хи-хи. Ладно, папа. Но беги очень-очень быстро. Хо-хо-хо. Мама и папа бегут первыми, а потом передают палочки детям. Мама и папа, на старт, внимание, марш. Папа-свин впереди всех. Да, папа. Спасибо, папа. Ты молодец. Теперь моя очередь бежать. Не болтай. Не болтай. Беги. Ой. Давай. 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 И победила Эмили Слоненок. Ура. О, папа, я так и не получила приз. Ничего, Пепа. Есть еще одно состязание. И последнее состязание сегодня. Перетягивание каната. Мальчики против девочек. Когда я скажу, тяните канат изо всех сил. Девочки победят. Не победят. Мальчики победят. На старт. Внимание. Марш. Ну-ка, мальчики. Тяните. Ну-ка, девочки. Ну-ка, девочки. Тяните. Я тяну. Все так старались, что веревка порвалась. У нас ничья. Победила дружба. Ура. Ура. Как же медленно. Так нам не доехать до бабушки с дедушкой. Пепа права. Нужно ехать другим путем. Но другого шоссе тут нет. Я знаю, как срезать. До свидания. Мы едем другим путем. Пока, Пепа. Удачи. Мама выбрала короткий путь, чтобы объехать пробку. Дорога очень тряская. Как весело. Мы правильно едем. Не волнуйся. Привет, утки. Мы объезжаем пробку. А вот и шоссе. Молодец, мама свинка. Но кран Денни все равно впереди. Привет. Привет еще раз. Ну вот. Короткий путь не так уж и короток. Все. Обед готов. И что самое главное. Картошка тоже готова. Обед готов. А Пепе и ее семьи все нет и нет. Дедушка свинь слушает. Мы уже недалеко. Но движемся не быстрее улитки. Очень медленные улитки. Они уже рядом. Но они все еще в пробке. Бедняжки. Обед уже остывает. У меня идея. Скажу-ка за своей тачкой. Что делает дедушка свинка? Бабушка, клади-ка обед в эту тачку. Слушаюсь, дедушка свинка. Раз они никак не приедут на обед, то обед приедет к ним. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Дедушка и бабушка везут наш обед в тачке. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Кушайте. Джордж старается, но у него не хватает сил. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Джордж, нужно дуть сильнее. Я знаю, как Джорджу надуть пузыри Опусти палочку внутрь, подними вверх и помаши ей Пузырь! А еще лучше будет побегать Подожди! Джорджу нравится надувать пузыри А Пепе нравится их лопать Я обожаю пузыри Ай-яй-яй, вся жидкость кончилась Папа, мама, жидкости не осталось Ничего, Пепа, у меня есть мысль Мама-свинка, принеси ко мне ведро Да, папа-свин Пепа, принеси мыло Да, папа-свин А Джордж принесет теннисную ракетку Ведро и мыло и еще ракетку Зачем они папе-свину? Сначала нальем воды Теперь мыло А теперь теннисную ракетку Спасибо Вот, смотрите Папа-свин Папа-свин приготовил новую жидкость А ну за мной Осторожно, папа-свин Не поскользнись Все хорошо Зоя, я взяла Тедди А я мартышку Динозавр У меня игрушечная посуда Поиграем в пикник О, уточки Они всегда приходят на наш пикник Вот апельсиновый сок Понарошку А вот пирог Понарошку Торт понарошку Очень вкусный Ай-яй-яй Кажется, утки не любят торт понарошку Ну что ж Больше достанется мартышке Динозавру и Тедди Объедение О, мартышка говорит Пальчики оближешь Это Джордж Пора домой Пока, Зоя Пока Все готовы? Да, папа-свин Да, папа-свин Нам тоже пора, Зоя Да, папа Чашка и тарелки Мартышка, Тедди О, нет Кто-то здесь почему, Тедди? Пепа забыла своего Тедди Опять Пепа и ее семья дома Ох Хватит с меня машины Я хочу расслабиться Разжуться Разжуться и посмотреть Тедди! Я забыла Тедди! О, Пепа Теперь папе придется ехать назад На то же место Да, конечно Это мистер Зебра, почтальон Я думал, что у вас выходной, мистер Зебра Так и есть Но у Зои срочная посылка для мисс свинки Пеппы Вот, возьми, Пеппа Что это? Это Тедди Ты забыла его, и мы его привезли Спасибо, Зоя А можно попробовать? Конечно Сейчас найду бумагу Вот же она Лучше взять чистый лист Вот, держи Пеппе нравится ставить штампы Мне нравится работа мистера Кролика Пора продолжать Теперь миссис Кошка Привет, Пеппа и Джордж Привет Я рисую разные фигуры на компьютере А потом печатаю их Ух ты! И еще одна копия Спасибо У миссис Кошки чудесная работа Можно мне тоже? Сейчас очередь Джорджа Правильно, Джордж Теперь твоя очередь работать Джордж рисует синие треугольники А теперь распечатать Мне нравится эта работа Может, пойдем к моему месту? Да, папа Это место папы свина У меня сложная работа Берем уравнение Преобразовываем И вычисляем тангенс Наверное, это очень важная работа А печать у тебя есть? Нет А компьютер есть? Нет Но у меня есть фломастер Папа, а можно нам порисовать? Конечно Пеппе и Джордж любят рисовать фломастерами Я рисую домик Джордж рисует динозавра Джордж всегда рисует динозавра Динозавр Совсем как и настоящие улитки Я съем весь дедушкин салат Ой, ну-ка не трогай мой салат-воришка А когда дедушка кричит Я прячусь в домик А вот и друзья, Пеппе Привет, дедушка-свин Привет, Сюзи Пришли поиграть с Пеппой и Джорджем? Да Не знаю, где они Тут только я и две улитки Мы две улитки Мы две улитки Сюрприз! Мы тут играли в улиток А можно нам тоже? Боюсь, у меня не хватит корзин на всех Вы можете быть с кем-то еще кто водится в саду Морковкой? Ребекка очень любит морковку Нет, Ребекка, не морковкой Пойдем-ка Кто это тут жужжит? Это из того домика Дедушка, скажи нам, почему игрушечный домик так жужжит? Он не игрушечный, Пеппа Это пчелкин дом Это и хули Эй, а вот и пчела Что она делает? Собирает нектар из цветка А потом летит в улей и делает из него мед Ммм, люблю мед Будем играть в пчелок Жи-жи-жи-жи-жи Да, мы пчелы Пеппа, а какой у тебя завтрак? Красное яблоко А у меня зеленое Поменяемся Давай Пеппа, Сюзи, что вы делаете? Сюзи сказала показать завтрак Пеппа сказала поменяться Хорошо, но лучше оставить еду для пикника Да, мадам Газель Автобус приехал к подножию горы Дорога наверх очень крутая Вперед, вперед, мы сможем Вперед, вперед Ура! Пеппа и ее друзья уже на вершине Чудесный вид Кто это был? Твое эхо? Какое эхо? Эхо всегда слышно, если громко говорить в горах Слушай его Эхо Эхо – это весело Пора перекусить Пеппа обожает пикники Все любят пикники Где же утки? Они всегда приходят к нам на пикник Глупенькая Уток в горах не бывает Привет, уточки Хотите хлебушка? Сегодня уткам повезло Им досталось много хлеба Утки едят слишком Открой ротик Еще шире Так Так Посмотрим Доктор Слон осматривает зубы Пеппы с помощью зеркальца Надеюсь, ты не ешь слишком много сладостей, Пеппа Говорить с широко раскрытым ртом не так-то просто Я все закончил Чудные чистые зубки Это вся в меня Теперь можно розовую водичку? Да Только не пей, Пеппа Выплюни Джордж Твоя очередь Нет Джордж не хочет садиться в кресло Ты можешь держать динозаврика, пока врач смотрит твои зубки Динозавр Приятно познакомиться, динозаврик Но он не настоящий. Он пластмассовый. Ха-ха-ха. Держись. Ты молодец, Джордж. Ну-ка покажи мне зубки. Джордж не хочет показывать врачу зубки. Джордж, открой ротик. Вот так. Вот они. Отлично. У тебя очень крепкие зубки, Джордж. Совсем как у меня, доктор Слон. А-а-а. Да. Хе-хе-хе. Джордж очень гордится своими зубками. Джордж, а теперь водичка. Хе-хе-хе. Подожди, что это? Что случилось, доктор Слон? У этого маленького динозаврика ужасные грязные зубы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это мой друг. Львенок Лео. А где он? Тут никого нет. Сюзи придумала себе друга. Ты что, не видишь, Пеппа? М-м-м. Хе-хе-хе. Поиграем в мяч? Ладно. Лови, Лео. Пеппа бросила мяч воображаемому другу Сюзи. Лео не умеет играть? Умеет. Просто он этого не любит. А что же он тогда любит? Он любит рычать. А сейчас он хочет рычать? Эм-м. Да. Кхе-хе. Э-э-э. А это не ты? Нет. Это Лео. А-а-а. Привет, Лео. Пеппа притворяется, что видит львенка Лео. Лео, будешь со мной дружить? Что он сказал? Он просто кивнул. Значит, да. Пеппа, Сюзи, идите домой, поешьте пирог. Мама отрезала Сюзи и Пеппе два кусочка фруктового пирога. Мама, у Сюзи понарошку есть друг. Это львенок Лео. Ясно. Он тоже хочет пирога? Вау. Лео очень хочет. Глупости, Пеппа. Это не Лео. Это ты. Лео любит шоколадный торт. Шоколадного торта нет. Может, он поест пирога? А-а-а. Только маленький кусочек. Мама отрезала кусочек воображаемому другу Сюзи. Джордж играет с динозавриком. Динозавр. А-а-а. Джордж, ты сел прямо на Лео. Джордж не знал про воображаемого друга Сюзи. А-а-а. 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 Вот и наш чердак. Вау. Сколько тут всего. Да. Сколько мусора. Ха-ха-ха. Пеппа и Джордж решили помочь нам с уборкой. Хорошо. Для начала выбросим вот это. Нет. Только не это. Но зачем нам это? Мой корабль в бутылке. А это? Другой корабль в бутылке. А это? Это тоже корабли в бутылках. Они мне очень нужны. Ха-ха-ха. Но что-то же нужно выбросить. Может быть, вот это? Нет. Тут мои шляпки. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну и ну. Что же нам тогда выбросить-то? Я знаю. Пусть Пеппа и Джордж решат. Ладно. Ха-ха-ха. Мы выбросим этот чемодан. О! Только не это. Это ж не просто чемодан. Это граммофон. О-о-о. А вот наш любимый пластинка. Можно послушать? Да. О-о-о. Мы давно ее не слушали. Ха-ха-ха. Совсем как раньше. Ха-ха-ха. Ну, Пеппа и Джордж, танцуйте. Ха-ха-ха. 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 Мама свинка приехала за Пеппой и Джорджем. О-о-о. Давай-давай. Эй. Где вы? Мама свинка никого не видит. Что это за шум? Ха-ха-ха. Мама. Привет. Мы танцуем под пластинку бабушки с дедушкой. Да. Бабушка с дедушкой вечно ее ставили. Мама свинка нашла фонарь. Можно мне его подержать? Можно. Хе-хе. Джордж, посмотри-ка. Пеппа корчит Джорджу рожи. А-а-а. Что это, Джордж? Это наша Пеппа. Хе-хе-хе. О, нужно сказать папе, что мы нашли фонарь. Папа все еще в подвале ищет фонарь. Наверняка он где-то здесь. Папа, мы нашли фонарь. Представляешь, он был на кухне все время. Какая удача. Хе-хе-хе. Нам придется подождать, пока электричество включат. А долго ждать? Скажи точно. Э-э, думаю ждать нужно долго-долго. О, ну мы с Джорджем так хотим танцевать. О, я знаю что нам делать. Посмотрим телевизор. О, не включается. Хе-хе-хе. Телевизору нужно электричество. Разве? Да. О, и что же нам делать? Когда-то, когда телевизоров не было, дети придумывали игры. Хм, я знаю, мне нужна коробка. Что придумала Пеппа? Хе-хе-хе. Мама, можешь вырезать в ней дырку? Зачем? Увидишь. Мама, свинка вырезала дыру в картонной коробке. Вот и все, Пеппа. Спасибо. Теперь садитесь вон туда. И ты, Джордж, направь на меня фонарик. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Вы смотрите новости свинки Пеппы со мной, свинкой Пеппой. Хе-хе. Маленькие сестры Зои, Зузу и Зоза хотят спать вместе со всеми. Хе-хе-хе. Здесь спят только большие девочки. О, они такие славные. Пусть останутся. Ладно. Только обещайте не заснуть. Обещаю. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ух ты. Пианино. Я учусь играть. Слушайте. Ярче звёздочка зияй. А можно мне? И мне. Ярче звёздочка зияй. На дорогу навещай. Тихо. Не шумите. Папа Зебра уже спит. Всё, вам уже пора ложиться. Что будем делать? Я предлагаю устроить нам полночный пир. А что это значит? Мы будем есть в тайне. О-о-о-о. Я знаю где еда. Только не шуметь. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Сссс. Сссс. Папа. Тише. Мама Зебра проснулась. У нас будет лучший полночный пир в мире. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Что происходит? Папа Зебра спит. А кто из вас знает добрую сказку на ночь? Я. 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 Я начну. Давным-давно жила-была одна фея. Теперь ты, Пепа. И она жила в лесу. Она была красивой. У неё была палочка. Прекрасно. Теперь ты, Эмили, расскажи, что дальше. Но я не знаю. Лови, Сюзи. Ой, улетел. Джордж. Хе-хе-хе. 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 Спасибо, Джордж. Ой. Джордж. Хе-хе-хе. Ох, Джордж. Хе-хе-хе. Спасибо, Джордж. Джордж! h. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Джорджу не нравится эта игра. Хе-хе-хе-хе. А вот и Дэнни, и Федро, и Кэнди, и Ребета, и Ричел Привет всем! Привет! Мы играем в теннис Можно нам тоже Но ракеток больше нет Может в другую игру? Да, футбол! Девочки против мальчиков Я, 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 я Пони, Федро, и Крольчонок Ребекка будут вратарями Начинаем! Гол! Крольчонок Ричард забил гол Как нечестно! Мы не ожидали! Мяч нельзя держать в руках Нет, можно! Я вратарь, потому что Берем, Ребета! Гол! Ура! Гол не защитан Не защитан! Не защитан! Что у вас за шум? Папа, они жулят Похоже, вам нужен футбольный судья Какой еще судья? Который следит, чтобы все играли честно Че я судья? Муж не... Как странно Там нет инструкции Может его так легко собрать, что инструкция не нужна? Мама, можно мы тоже? Да Сначала принесите полку Вот зеленая Спасибо, Пепа А теперь четыре ножки Раз, два, три, четыре Четыре синих ножки Прекрасно Мы мигом все сделаем А я нашел красную дверь Спасибо, Папа-свин Вот так Готово Молодец, мама-свинка Он совсем маленький Туда не поместятся игрушки Да, он небольшой Ой, Джордж нашел еще деталь Может, она лишняя? И все эти лишние тоже? Ай-яй-яй Шкаф такой маленький, потому что мама не использовала все детали Придется разобрать и начать сначала О, нет Была бы у нас инструкция Кто это может быть? Привет Я нашел это в своей машине Это же инструкция Так будет гораздо легче Ура! Инструкция кажется очень сложной Ну и ну Не понимаю Дайте-ка мне, Папа-свин Я очень люблю собирать мебель Правда? А мы можем помочь Вы ставьте чайник Я бы выпил чашечку чаю Шесть кусков сахара, пожалуйста Все готовят чай с печеньем для мистера Зебры Чай готов, мистер Зебра Ух ты! Мистер Зебра собрал шкаф для игрушек Ну и ну Как вы быстро! Да И я уже убрал в него игрушки О! Папа, почему ты лег на землю? Так лучше всего видно звезды Видите там звездочки? Представьте себе линию Это большая медведица О! Да Звезды с краю указывают на полярную звезду Ух ты! Полярная звезда Ты близка или далека? Как бы нам попасть туда? О-о-о-о, Пепа! Звезды очень далеко Даже дальше, чем море? О, да Но в телескоп они кажутся ближе У нас есть телескоп? Нет, зато он есть у нашего дедушки А давайте поедем к дедушке Ха-ха-ха, слишком поздно Один разок можно Я разрешаю, папа-свин Ура! Пепа и Джордж впервые едут в машине ночью Эй, мы едем за полярной звездой Хе-хе Полярная звезда Ярко-ярко ты свети Нас до дома проводи Пепа и Джордж приехали к дому бабушки с дедушкой Ай-яй-яй, надеюсь бабушка с дедушкой еще не спят? О, что вы здесь делаете так поздно, а? Мы разглядываем звезды Пепа и Джордж хотели посмотреть в телескоп Вот как, прекрасно Тогда нам нужно наверх пошли Хе-хе Знакомьтесь, это Бесс Ух ты Дедушка любит разглядывать звезды Ну, кто смотрит первым, а? Я, я, я! У-у-у, полярная звезда Джордж рад, что это мальчик Динозавр Он еще слишком мал для динозавров Джордж, малыш не хочет играть с тобой Он хочет играть со мной Пепа, он еще слишком маленький для мячика Но раз он не может играть ни в динозавра, ни в мяч, что же он может? Он может есть и спать И еще это Хе-хе-хе Тетя-свинка, можно я подержу его? Да, подержи Александра, только осторожно Александра? Да, это его имя, малыш Александр Какое большое имя у такой крошки Он такой славный, хоть он и мальчик Ой, что за запах? Может, ему нужно сменить подгузник? Фу, что за гадость Пепа, в детстве ты тоже носила подгузники Неправда Ха-ха-ха Мама, можно мне поиграть с Пепой и Джорджем в саду? Да Ха-ха-ха Голи, хорошо иметь младшего брата? Да, Александр такой милый Вот бы и Джордж был таким малюсеньким Знаю, Джордж может притвориться малышом Полезай в кукольную коляску Отличная идея Нет Джордж не хочет быть малышом Джордж, если притворишься малышом, я никогда не буду тебя обижать Джордж задумался И можешь играть в мои игрушки Джордж задумался всерьез А дома можешь играть в мои игрушки Ха-ха-ха Джордж решился Какой славный малыш Хе-хе-хе Девушки отдыхают